Всем привет! Сегодня делаю видео и рассказываю о моих покупках в аптеке, в Метрополитен Аптека. У меня на самом деле не так всего много и завершу рассказом о тех тенях, которые сейчас на мне. Немножко сделаю вам сводчей, ну и расскажу о моем мнении о тех тенях. Первая вещь, о которой я вам хочу рассказать, это вот такой вот набор от Кода Ли. Он пустой, потому что он у меня здесь. Набор я сейчас только начала вытаскивать, но потом решила, что я сделаю это с вами. Значит, что у нас в наборе? В наборе у нас полноразмерный стик для губ. Это просто бальзам для губ, их классической линии, которая с виноградом. Вторая вещь, это крем, крем для рук. На самом деле это не какое-то там не мини, которое вот только для этого набора. Вот этот разлив 30 мл, его можно купить и отдельно тоже. И по-моему, если я не ошибаюсь, что-то он стоит в районе 6 евро. И еще два интересных, на мой взгляд, продукта. Первый продукт это крем сорбет увлажняющий. И здесь у нас целых 20 мл, что очень-очень хорошо. И еще один продукт это маска. Маска увлажняющая. Маска увлажняющая, и в ней тоже у нас, в ней у нас 15 мл. И последняя вещь, это питательный крем для тела. Мои мысли по поводу этого набора. Этот набор стоит 15 евро. И в этом наборе, на моем мнении, по моему мнению, есть все, что нам нужно, например, для путешествия. Все эти продукты мне знакомы. Так или иначе, они у меня либо были, либо есть. Крем сорбет мне очень нравится. Это хороший увлажняющий крем. Не ждите от него ничего ахового. Это просто хороший легкий крем увлажняющий. Особенно если у вас жирная кожа, то он очень-очень хорошо пойдет. Либо, например, на лето, когда крем вообще не впитывается, то этот крем будет отлично. Вот такая маска. Я совершенно недавно закончила свою вот такую маску. Мне понравилась эта маска. И чем она мне нравится? Тем, что вы ее можете оставить на 15 минут, либо потом, если вы не хотите смывать, вы можете оставить ее на всю ночь и просто потом утром умыться. То есть и так это работает. И хорошая маска она. Она очень успокаивает кожу. Очень хорошо. Например, если вы весь день были на солнце, и вам нужно успокоить кожу, вот это супер. Крем. Крем для рук. Был у меня такой крем. Я вообще люблю такой формат, потому что это удобно, и вам не нужно таскать с собой целую бадью. Например, как у меня. Я сейчас стою, сижу, смотрю на бадью от Окситан, в которой 150 мл. Конечно же, вы ее не потаскаете, а это гораздо более удобно. Ну и насчет этого стика. На самом деле, стик как стик у меня был. И я их использую очень много. И сказать, что какие-то стики для меня более интересны, чем другие, или как-то они мне более нравятся, нет. Но вот в баночке есть от NUX. Я очень-очень люблю от NUX вот этот вот их Rave de Miel, который я уже использую много-много лет. Вот мне кажется, он самый лучший. И даже если вы купите в стике, то мне кажется, в стике он хуже, чем в баночке. Вот. В общем, набором я очень довольна, тем более, что 15 евро, это недорого для этого набора. И особенно этот набор хорош тем, что если вы, например, ничего никогда не пробовали, откуда ли, то в этом наборе вы точно найдете все, что, во-первых, что бестселлер, а во-вторых, то, что вам позволит познакомиться с этой маркой и решить, нужна ли вам эта марка или нет. Еще одна вещь, которую я купила, это вот такая вот штука от Bioderma. Это отодерм, интенсивный бальзам. Зачем я купила? Купила эту вещь. Здесь, кстати, еще на него была скидка 3 евро. Этот крем, он очень хорошо увлажняет и питает кожу. Если у вас сухая атопическая кожа, может какая-нибудь аллергия, и у вас это вот место очень раздражается, то вот эта штука, она помогает просто на раз. И вот так это выглядит. И вообще, вот от Bioderma, если честно, я очень-очень много всего испробовала. И вот то, что касается средств для тела, мне кажется, у них очень хорошие вещи. Мне еще нравится, у них есть, типа, такое масло для... Масло, не масло, но, в общем, гель для душа с маслом. Вот, отличная вещь. Что здесь написано? Здесь у нас написано, что... Это ультра-успокаивающий крем для очень сухой, для раздраженной, атопической или чувствительной кожи для детей, взрослых и совсем маленьких детей. Очень жирная, не липкая. И самое главное, что этот крем... Например, если у вас часто бывает ощущение, когда кожа чешется или кожа тянет, у меня такое очень часто бывает, то вот этот крем, он помогает просто на раз. Поэтому я его советую, люблю, и, в общем, хороший крем. Единственное, конечно, ну, по крайней мере сейчас, когда на улице 35, а, например, ночью 28, он не всегда впитывается. Вот. Ну, а так этот крем просто замечательный, а тем более еще и по скидке на 3 евро. И... А, нет, я, кстати, решила объединить еще одну вещь, потому как я просто не знала, куда ее вкинуть. Потому что ничего большего я не купила в магазине, поэтому решила вкинуть сюда. Вот такую вот маску купила от Боттега Верда. Я понимаю, что с аптекой это совершенно никак не колерируется. Короче, никакого отношения не имеет. Это кератин и кашемир. Коррелируется. Коррелируется. И это маска двухминутная. Чем она мне понравилась? Ну, по крайней мере, то, что я прочитала, мне понравилось. То, что это маска двухминутная. Я люблю маски, которые действуют сейчас, быстро. Я не люблю стоять под душем, особенно если это в душе. Если это в ванной, это совсем другая история. Я могу хоть по полчаса там возлежать, а в душе хочу, чтобы это все было быстро. Я сейчас открою. Тем более, что у меня маска, которая у меня сейчас с Макадамией, она у меня вот-вот уже скоро. Пахнет очень классно. Пахнет реально очень-очень классно. Я жду, когда я смогу ее использовать. Мягкая, хорошая. Я думаю, что будет отлично оставлять запах на волосах. Хоть, в принципе, для меня это не так актуально, потому что я использую всегда парфюм. И на этом все. На этом все. Единственное, что мне осталось вам показать все пробники, которые мне дали, буду их обратно складывать в этот пакет. Первая вещь, это вот такие вот салфетки. Семь салфеток от Метрополитом Фармаси, которые всегда нужны. Это просто бумажные салфетки, которые я, например, таскаю в своей сумке всегда. У меня две-три пачки. Мало ли что. У меня еще есть и влажные тоже салфетки, но сухие они тоже очень-очень нужны всегда. У меня еще есть вот такие вот пробники от Биодерма из серии Hydro Bio. И это у нас просто очень жирный увлажняющий крем. И это концентрат увлажняющий. Здесь, кстати, по 5 мл. Опять увлажняющий концентрат и опять жирный увлажняющий крем. В общем, это я посмотрю. Что касается жирного увлажняющего крема, я его оставлю, скорее всего, туда, ближе к осени, когда будет немного более прохладно. Потому что сейчас жирные текстуры абсолютно не идут. И из аптечного мне еще дали вот такие вот три пробника от NUXE из серии Aqua Bella. Aqua Bella это у нас эмульсия. Еще одна эмульсия. И еще одна. Три эмульсии. Ну, в принципе, это один и тот же пробник. Я так понимаю, что это просто ну что-то типа серома. По крайней мере, вот он, когда надавливаешь, это что-то, скорее всего, среднее между кремом и тоником. Ну, я думаю, что это да, что это будет как сером. Вот такие вот три пробника. И еще у меня есть целых три, да, три. Нет, четыре. Четыре пробника от от Бутагаверде. От этой марки. Я просила другие пробники, но, к сожалению, мне сказали, ну, вы же знаете, у нас август. Пробников практически нет. У них вышла новая серия Тиаре. Это крем для тела с Тиаре. Очень хочу попробовать. Ждала его, специально не открывала. Но я на самом деле потестила уже в магазине их аромат. И этот крем. Ну, крем как крем. Пахнет хорошо. С алоэ. Это очищалка для лица. Вот сейчас же, как поснимаю видео, я использую вот эту штуку. Посмотрю, как она у меня будет. Вот шампунь из этой же серии с кератином и кашемиром. Питательный и... Который возвращает в свое первоначальное состояние структуру волос. В общем, посмотрим. Посмотрим. Я вообще-то знаю, что у них очень маленькие пробники. Особенно то, что касается шампуня, то, что касается крема для тела, геля для тела. То есть это все так мало-мало-мало. Так что, несмотря на то, что у меня тонкие волосы, но мне кажется, этого мне хватит всего лишь вот на головешку, а на всю длину нет. И вот такая вот вещь. Это новый аромат у них вышел SEMPRE ESTATE. Всегда лето. И еще вышел в голубой упаковочке. Не знаю, как называется. Я попробовала. Ну, знаете, запах как запах. Ну, вот, знаете, вот что-то... Вот возьмите самую плохую, не в смысле самую плохую, а самую такую обычную, самую неинтересную эскаду летнюю, вот их летние лимитки. Вот упростите чуть-чуть, и вот это будет вот эта штука. То есть аромат такой не то, что для девочек, потому что это не для девочек. Ну, так вот. Средненький, слабенький, летненький аромат. Ну, конечно же, попробую. Попробую еще раз, потому что я тестила только на руку, и все. Вот. Покупать точно не буду. Вот такие вот у меня были покупки. Как видите, не особо большие. Очень рада всем, что я купила. Особенно, особенно я люблю этот крем. Атудерм. Повторюсь, если у вас кожа, которая склонна к шелушениям, к каким-то сухостям, если у вас есть патариаз, конечно, когда он там не в активной стадии, когда все это красное и воспаленное, когда просто вот сухие пятна, то вот эта вещь, это отличная штука. В общем, посмотрите, попробуйте, обратите внимание. И самое главное, что это можно использовать на все тело. То есть и на лицо тоже, и на кожу, тело, куда хотите. Вот. Сейчас я вам расскажу, обещала ведь, поэтому расскажу, расскажу вам о тенях. О тенях, которые на мне. Немного будет такое видео, знаете, короче, речь пойдет об этой палетке, это Max Factor Smoky Eye Drama Kit. И это оттенок Magnetic Jade, номер 05. Сделано это дело в Канаде. И эта палеточка, она идет как палетка теней и теней для бровей. Собственно, нетрудно догадаться, что вот эта вещь, это тень для бровей, а это все остальное, это тень. Сейчас я вам сделаю пару свочей, чтобы вам это получше показать. Вот так вот выглядит штука для бровей. Для меня, конечно, для моих бровей, это никак. Но как тени, это очень красивая вещь. Вот так вот выглядят их хайлайтерные тени. Очень, кстати, красивые. Они у меня во внутреннем уголке глаз. Я не знаю, что вы видите и видите ли вы их, но они у меня, на мне. Это такое белое золото. Очень-очень красивое. И здесь вот двое теней, они маленькие. Даже если у вас маленькие пальцы, вы вряд ли сюда сможете впихнуть их. Даже я знаю, что есть люди, которые любят пользоваться пальцами вместо кистей. Я, например, люблю очень пользоваться пальцами вместо кистей. Но как бы я ни старалась, у меня сюда даже не влазит мизинец. Вот. Конечно, он у меня влазит. Но это короче не сделано. Это для обычных человеческих пальцев. И сейчас я вам сделаю сводч этих двух оттенков. Они выглядят вот так. И вот так. И вот так. Красивые оттенки. Спору нет. Абсолютно. Особенно мне нравится зеленый оттенок. Здесь такие золотые шиммерки. Очень красивый оттенок. У меня, кстати, еще одни такие же есть тени. Только другое. Вот они так выглядят. Только другое естественное цветовое решение у меня не помню, как называется, но у меня именно тот оттенок там, где синий цвет. Такой яркий-яркий синий цвет. И, по-моему, белый. Да. В общем, сделаю вам сводчи. Вот так вот покажу. Мне нравится. Мне нравится? Да. Да-да-да. Я вам расскажу, откуда у меня эта штука. Мне нравится, но мне абсолютно не нравится упаковка. И уж то, что они решили, что есть люди, у которых такого цвета брови, и это все люди, которым теоретически могут пойти эти тени, мне кажется, это очень-очень неправильно. Мне кажется, бровяные оттенки они сюда вообще не должны были добавлять. вот это единственная моя претензия к этим теням. Ну и, конечно же, размер вот таких вот квадратиков. А так, тени мне нравятся, очень даже симпатичные, хорошие тени. Я использовала все это на базу. Все-все-все продукты, которые я использовала для макияжа, я, как обычно, оставлю внизу, поэтому вы можете развернуть потом, как посмотрите, инфобокс и там будет все написано. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, я обязательно на все отвечу, если я смогу, если я знаю ответ. И на этом все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok